Привет друзья! Сегодня мы поговорим о способах измерения температуры с помощью мультиметра. Особенно это будет полезно тем ребятам, кто занимается 3D печатью. Ведь в процессе печати у вас могут возникнуть такие дефекты, как оплавление или недоэкструзия. И как раз эти дефекты возникают в большинстве случаев из-за температурных проблем. Устройство хот-энда 3D принтера вы их все прекрасно знаете. Он состоит из радиатора, термобарьера, нагревательного блока и сопла. В это отверстие нагревательного блока вставляется нагревательный элемент, который поднимает температуру до заданной величины. Но вот контроль данной температуры осуществляет термодатчик. Его задача отслеживать температуру и корректировать нагрев нагревательного элемента. Но бывает такое, что термодатчик настроен плохо, не откалиброван. Или же например у него очень плохой контакт внутри, из-за чего данные он показывает неверно. Что естественно может привести к негативным последствиям. Может быть или недоэкструзия, значит пропуски в детали, или наоборот оплавление детали. Поэтому проверка фактической температуры хот-энда в режиме нагрева это очень важно и полезно для любого 3D-печатника. Для замера вам понадобится мультиметр с режимом замера температуры, а также термопара. Она недорогая, продается в любом радиомагазине и даже в интернете. Перед вами самая распространенная термопара типа Кэй. Здесь у нас присутствует плюс и минус. Минус на ком и плюс на замер напряжения сопротивления. После этого переводим ползунок в режим замера температуры. Видите на мультиметре написан градусы Цельсия. И сейчас мы видим температуру нашей внешней среды. Она составила 30 градусов. Давайте ради эксперимента замерим фактическую температуру нашего паяльника. На экране 250 градусов, но по факту 252. И это в принципе нормально, потому что любая термопара, особенно недорогая, она дает определенную погрешность. А что будет, если переключить наш мультиметр из режима замера температуры в режимы замера напряжения? Например, в милливольты. И мы видим, что помимо замера температуры, наша термопара замеряет еще и напряжение. В среднем она составила 9,06 милливольта. Принцип работы термопара очень прост. Она состоит из двух проводников, которые соединены между собой. В результате нагрева создается так называемая термо-ЭДС. Это и есть наше 9,05 милливольта, который мультиметр переводит в привычные нам градусы Цельсия. То есть, друзья, если ваш мультиметр не поддержит функцию замера температуры, у вас нет вот такого значка градуса Цельсия, вы можете замерить также температуру с помощью специальных таблиц в интернете. Ссылочку на них скину под видео в описании. Смотрим, какие значения на экране и выбираем среднее. Выбираем тип нашей термопары, это тип K, как вы помните. И находим значение 9,06 по этой таблице. У нас составит 223 градуса. Некоторые из вас спросят, а где же наши 252-253 градуса? Для того, что не стоит забывать, что температура внешней среды у меня на балконе составила 30 градусов. И естественно эти 30 градусов нам нужно добавить к нашим полученным значениям, 223. И получится 253 градуса. Обратите внимание, что точность у нас практически идеальная. Очень просто и легко можно замерить температуру, даже если на вашем мультиметре нет функции замера температур. Надеюсь, ребята, это видео оказалось вам полезным. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока.